Сегодня мы встречаемся в преддверии великого праздника «Наурус». «Наурус», как вы знаете, состоит из двух слов. «Нау» и «рус» — это персидские слова, то есть «новый день», «новый год». И, конечно, это обозначает само слово, что всё должно начинаться снова, с искренними намерениями, добрыми намерениями. И, конечно, «Наурус» более тысячелетий празднуется как национальный праздник многих восточных республик. Иран, Азербайджан, Туркия, Казахстан, Узбекистан, все Средоазиатские республики в том числе празднуют этот «Наурус» как великий праздник. Хотя он праздник до исламского периода, но после ислама, даже в странах Аравии и другие восточные страны, после принятия ислама, прихода ислама праздновался «Наурус» как праздник, как Новый год по летоисчислению лунного календаря. За это, я думаю, сегодня на высшем уровне в нашем республике, в нашем Казахстане проводится этот праздник. И, конечно, государство уделяет большое время, в том числе указами своих главы государства утвердил этот праздник как государственный. Это радует, это дает еще нам поводы, чтобы мы поздравили друг друга, мы знали свою историю, мы вспоминали и, конечно, в дальнейшем проводили эти мероприятия. Ну, конечно, этот Новый год проводится в каждом национальном семье, в округе по-разному. Например, и во всех, как бы первое очередное, это готовится блюдо из семи яств. Это у нас, если в Казахстане «Наурус» уже называется, но в других республиках, в Таджикистане, например, «Суманак», это готовится тоже из пшеницы. И специально для «Науруса» готовится, называется «Суманак». Это тоже вот тот блюдо, который готовится для празднования «Науруса». Ну, конечно, за Дастарханом сидят все родственники, близкие, и, конечно, глава семейства будет сидеть и в начале, как бы, праздника будет читать суру из Корана, благословить всех своих детей, внуков, правнуков. Ну, конечно, дарить подарки, пожелать им. И, конечно, вот когда в таком русле пройдет праздник, это все намеренные человека принимаются. Как вы знаете, до этого праздника обязывается всем, чтобы чистили территорию своих домов, улиц, свои дома приводили в порядок, красили, белили, чтобы все было как подобает. И, конечно, это говорит о том, что вот этот праздник мы должны встречаться с чистой душой и добрыми помыслами. Конечно, вот даже до этого, до празднования «Науруса» надо прошать друг друга обиды, надо готовиться, поздравить друг друга, и, конечно, все с чистым сердцем и с нуля, как бы, начинывать. Тогда, если так пройдет, этот праздник дает, как бы, больше плодов, больше доброты, больше милосердия. И, конечно, один из основных дел в этом празднике, это намерение, которое человек совершает, это добрые дела, принятие всех молитв, и, конечно, отношение друг к другу, любви к друг другу. И, конечно, здесь даже можно сказать, что человек должен принимать такое решение, что он должен быть полезен обществу, сперва, обществу, семье, отечеству, чтобы принести пользу. Конечно, вот если так начинается этот день, я думаю, эта польза будет для всех выгодной. Ну, как член Ассамблеи народа Казахстана, мы во всех мероприятиях, которые проводятся в нашем государстве, в том числе, на УРУС, принимает все члены Ассамблеи активное участие. И, конечно, мы будем всегда желать и пожелать нашему народу, всем народам, населяющим нашу республику Казахстан, который, как вы знаете, более 130 народностей. И, конечно, всех поздравить с этим великим праздником, пожелать им здоровья, счастья, благополучия и, конечно, любви. Всех благ вам!